Общественные объединения ветеранов Тверской области будут получать поддержку на реализацию проектов, причем по упрощенной схеме. Региональный Кабмин утвердил порядок определения объема и предоставления субсидий, а также принял решение об образовании комиссии по отбору проектов. Ирина Синягина расскажет о том, как же стать получателем такой поддержки. Решение по выделению ветеранских организаций в отдельную категорию было принято на основании пожеланий самих ветеранов, озвученных ими во время встреч главы региона с ветеранскими активами во время рабочих поездок в муниципалитеты. Теперь такие объединения выведут из общей конкурсной процедуры по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, и они смогут получать господдержку на реализацию своих проектов по упрощенной процедуре. Ветеранские организации, в которые входят участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, будут отдельно рассматриваться по упрощенной процедуре, а также будут сокращены сроки предоставления грантов. На предоставление субсидий общественного объединения ветеранов на 2020 год в областном бюджете предусмотрено свыше 2 миллионов рублей. Проект, который они предлагают, это проекты, связанные с встречей с молодежью, это вековечение памяти героев, это развитие патриотического движения. И что, наверное, важно, надо дать должное, ни одной просьбы не было про себя у ветеранов. Это все просьбы были направлены только на развитие общественных отношений, на встречи с молодежью, на издание книг, воспоминаний наших известных, уважаемых людей. Мы это все будем обязательно поддерживать. Глава региона отметил, что современная молодежь стала проявлять неподдельный интерес к военному периоду нашей страны, послевоенному времени, в целом к истории и общению с ветеранами, что очень ценно. Отметим, что в настоящее время в Верхней Волжье проживают более 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому у современной молодежи есть уникальная возможность, как говорится, из первых уст получить ответы на все вопросы и пообщаться с удивительно сильными, выносливыми и невероятно наполненными самоотвагой людьми.